Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество быть инагентом за США и делать Америку великой снова. Если вы случайно пропустили начало, ну или специально пропустили, то все-таки лучше начать смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры всей серии видят сразу в вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. На этом вырубаем вебочку и начинаем смотреть, куда тут еще можно бухнуть свой американский зад. Походу какое-то место еще имеется. Так, этот у нас рабочий идет. Ладно, я пока тут постою, потому что, ну чисто позасвечиваю. Знаете что, давайте даже, наверное, немножко пониже. Вот тут я пока встану, позасвечиваю, чтобы тут не появились варвары. На всякий пожарный. Тут у нас, ну я не буду этого рабочего брать, потому что, ой, рабочего посела. Ну это смешно просто, что меня... Так, а что я прям убил? Нет, не убил. Так, давайте поставлю дуболома, добью и колясочкой... Блин, надо было колясочкой сюда. Я просто... Ну, с другой стороны тут дорога, тут тоже она быстро пробежит. А, нормально. Встал туда, так... Уже не стоит расстраиваться. Так. Амбар тут построен. Ну, кстати, город считается, видите, захваченным, я никак не могу мир закрыть. Видимо, надо строителя все-таки тут сделать. Австралиец все никак не идет на... Сдачу. Ну, он, конечно, как бы по науке с одной стороны опережает, а по другой... А с другой стороны я не так уж и далеко. По-хорошему мне тут вмечников. На самом деле, мне бы еще одного все-таки дуболома сделать. На всякий пожар... Ну, не на всякий пожарный, а просто там у нас есть все ускорялки, где три мушкетера, три латника, типа вот это вот все. Блин, а я убрал карточку на строительство этих колясок и строю тут коляску. Молодец. Молодец. Я в себе не устаю разочаровываться. В очередной раз какую-то херню строю. Ладно, хорошо, а центр коммерции в этом городе где? Тут у нас... Блин, ну вот жалко, конечно, вот на этих... По идее, конечно, центр коммерции надо ставить на побережье. Вообще, я бы, наверное, поставил где-то вот здесь. Здесь не будет соседства, тут везде плюс два, тут хоть клетки классные. Давайте я, наверное, вот сюда куплю. И поставлю центр коммерции. Поменяем местами. Так, три рудника, две галеры, древние... А, слушайте, в Перте давайте древние стены. Давайте я даже переключу, может... А, ну тут стоит... Тут производства нету в этом городе. Он дебильный, конечно, до невозможности. А, чудо-природы я так и не нахожу. Ладно, видимо, надо астрологию открыть. В любом случае. И два морских ресурса я, наверное, тоже никогда не обработаю. Хотя тут рыба и крабик. Но тут, блин, плавает галера с другой стороны. Ну, не знаю. Ну, наконец-то, Канада меня обращает. Существенное место мне, естественно, нету смысла строить вообще. Так, убьем лошад... Нет, не убьем. О! Ну, слушайте, австралиец, он просто... Это какой-то прикол с этими поселенцами. Я принципиально не буду его захватывать. Но это смешно. Ага, некуда тут. Ну, сюда, конечно, можно с другой стороны. Мне кажется, конечно, вот эта территория скорее австралийская должна быть. Но так как она за горами... И он поэтому пытается все сюда просунуть своих поселенцев. Типа, считая, что там его место. Но пройти мыми меня не в состоянии. Ну, города сейчас не берутся, конечно же, со стенами. И, может быть, катапульты имеет смысл построить. Что у нас еще тут дальше? Навигация по звездам. Два морских ресурса. А, давайте пока математику. Две галеры надо бы, две морских... Три района. А какой мне третий поставить? Коммерческий будет. Научный уже стоит. Я бы, конечно, театралочку где-нибудь еще. Но вот, к сожалению, рядом с Артемидой невозможно. Обороноспособность нету смысла без... Не знаю, я, наверное, блин. Или поменять карточку. Все-таки хочется дуболомов построить еще одного. А дальше я что открывать буду? Экторические хроники, пять ходов. Я бы, конечно, рынок бы сначала тут строил. Четыре хода. Нет, давайте, наверное, не буду пока карточку менять. Оставим на покупку клеток. А, создание строителей... Ну вот эти строители мы же тоже не делаем. Вообще нигде. Может, тогда это еще пока убрать? Содержание юнитов. Ну, жилье у меня тоже достаточно. У меня два... Два района только в столице. И там у меня жилье как раз достаточно. Давай, давайте пока содержание юнитов поставлю. О, оборонительные здания сто процентов. Во. Вот это да. Это как раз для стены здесь очень в тему. Отлично. Наверное, все-таки пингалу уже добью до... Потому что, ну, слишком круто он в городе с Артемидой будет работать. Так бы, конечно, я очень лям хотел бы в Балтимор. А то мы сейчас будем кучу... Жителей терять. А давайте-ка эти коляской... Такая колясочка прокачается немножко. Просто принципиально не забираю поселенца. О, там Рим у нас. И он, наверное, в соседстве с Австралией. Нет. А, да, встреча. Плохое отношение с этим, с Хамурапией. Еще и война у него с кем-то. Ну, Рим всегда такой. Ну, я думал о том, что здесь вот город поставить. Но, видите, уже не влазит. А, нет, подождите, влазит. Влазит. Только, блин, минус 10. А, короче, пока некуда ставить город. Но, прикол, что там Рим не ожидал, честно говоря. Не ожидал. Так что он тут обрабатывается. Ну, в принципе... Смотрите, Вашингтон растет быстрее, чем у него клетки добавляются. Просто, как на дрожжах, благодаря Артемиде, все растет здесь и колосится. Так, ну, давайте, Перти, полечимся. Тут убьем дуболома. Тут, я надеюсь, убьем... Вообще, кто-то может выбежать. На самом деле, и убить меня эту... Ладно, давайте отойду. Не хочу терять лучников. Ну, потому что там у него уже могут быть сильные юниты. Даже тот же всадник уже больно может ударить. Значит, здесь... 30 ходов. Это долго. Стоит карточка на дешевые клетки. Выкупаем и обрабатываем. Так, математика. Давайте, наверное, уже отложим математику. Постон 6-10. Вот сюда надо нам... Ну, с другой стороны, как надо. У меня, в принципе, все города с довольствием-то. Ну, конечно, можно повысить, да, вот, а все-таки 3. Да, вообще, надо бы. Надо бы сюда рабочего. Карточка на рабочих не стоит. Вон, видите, он ведет все-таки Канада в тундре стоять. Где-то тут будет стоять город стопудово. Не, возвращается обратно, интересно. Блин. Ну, е-мое. Второго уровня лучник. Второго уровня. Блин, как жалко-то. Тварь, остались. Блин, еще и не убил. Блин. Когда ты мир заключишь? Что такое? Почему он такой отмороженный? Ну, не нравится, что вы захватываете вражеские города? В смысле? Я только его город захватил. То есть, ему не нравится, что я захватываю его города? Удивительно. А почему? Так, ну, два заряда я бы... А, блин, плавает галера. Черт. Ну, видимо, тут все-таки надо... Блин, очень неохота здесь... Нет, давайте, знаете, что... Давайте вот эту овечку обработаем. Ну, это немножко плоховатая клетка. Честно говоря, вообще неохота ее обрабатывать. Так, один посол. Гуана хочет катапульту. Пожалуй, ничего не делаем пока... Пикаго монумент. Конечно, все очень. Ну, давайте, наверное, может тут... Не знаю, против Канады немножко странно стены строить. Честно говоря... Блин, не знаю даже. Строитель долго. Но я, с другой стороны, следующим ходом могу на строителя поставить карточку. Наверное, покупку клеток уберу. Посто... Давай, наверное, строителя. Тут точно строитель нужен. Купить я его не смогу. В Вашингтоне что-нибудь другое буду строить. Сам убился. Рарайма у Канады. Кто-то... Только науки и городов. Так, ставите ли мне бонус для соседства кампуса? Вот еще вопрос. Плюс 5 науки. Это... Мягко говоря, 20% от того, что у меня есть. С другой стороны, 6 производства тоже круто. И это мне тоже надо. Так, ну в любом случае, в любом случае, мы ставим на создание строителей. Ну и это надо. Давайте я, наверное, вместо плюс 2 влияния поставлю. Все-таки сейчас мне города-государства не так важны. Набивать там... Надо и лучника будет сделать. А вот теперь Лян. В Балтимур. Осталось 1 очко и 9 ходов. Ну 1 очко это буквально, не знаю, апнуть дуболома в мечника, например. Так, что... Сколько, кстати, стоит? 110. 20 железа. Кстати, наверное, стоит лошадей попродавать. Вдруг кому надо. Триму, например, он воюет там. И вообще лошадей нету. О, кайф. Надо было раньше лошадей продавать. Опа, у меня в плюс идет 6. И 2 железа. Так, ну... Ахамурапия? Так, слушай, может... А не хочешь за свинину лошадей? А, у него... У него и так... Блин, надо посмотреть, у кого лошадей. Мало. Ну, Риму я продал. Блин, а у Рима нету, кстати, резов? Может, мне ему еще продать? Нет, вообще нету. Хорошо, ресурсы роскоши двойные, кроме хамурапия. Ни у кого. Да. Ну, ладно, давайте саладину. А вот уже у него трюфеля, чё-то я сказал, ни у кого. Ага. О. Вообще нормально. Ты свинину выторговал. Так, ну, это... Это все очень даже неплохо. Можно, кстати, госслужбу потихоньку открыть, потому что я ее точно ускорю. У меня точно будет Вашингтон, 10 жителей. Довольно скоро. Канадец хочет железа. Ну, я думаю, кстати, почему нет. Только правопрохода мне нафиг не надо. Вот так сделаем. О, еще Рим хочет лошадей. Вообще, кстати, не против. Ну, Рим на меня напасть не может, Канада на меня напасть не может. Почему нет? Тем более, что города Канады, которые стоят в тундре, мне нафиг не нужны будут. Вау, мега извержения. Ну, это опять же в Кардифе. Два жителя потеряно. Но он тут так улучшает все постоянно. Так, торговых путей больше. Я, наверное, торговый путь купил. Получается. Какие-то рудники тут нужны. Театралку негде ставить. Слушайте, а может заповедник где-нибудь все-таки попробовать организовать? Ну, вот тут плохо, конечно. В Вашингтоне вообще уже плохо заповедник ставить. Я бы в Чарльстоне. Ну, я не знаю. Так, давайте, во-первых, купим. Что, стоит карточка? Она не стоит уже. 27 ходов. Не, ну тут надо покупать. Ладно, хорошо. А сколько стоит караван? А, я его купить не могу. Ну, а сейчас все решено. Вашингтоне мы просто караван строим, а в Бостоне покупаем клетку. Чтобы Бостон рос. Какой-то прикол, кажется, с этим поселенцем. Ему осталось тут буквально... Где он его может поставить вообще? Вот на этих клетках. Да, может он сюда куда-то ведет. Ну, тут же все по лояльности отвалится нафиг. В мою пользу. У 7 клеток? Как он может... У него же вокруг 6 клеток. Как может у 7 повыситься? Охренеть. Конечно, да. Ну, в четверку поставлено, конечно, извергаются вулканы, дай боже. Причем все, все дымят. Никакой не... Все вулканы, которые рядом со мной, все дымят. Ни один из них не успокаивается. Ну, я бы, честно говоря, подержал для рыбы. Я надеюсь, тут не будет подплывать галера. Надо бы поставить... Я бы, наверное, здесь, кстати, после постройки монумента, скорее две галеры построил. Да. Так, я, наверное, думаю, что этот караван у меня из Чикаго побежит в Вашингтон. Балтимура у нас не связан никак. Три рудника. Следующим ходом ученичество надо будет отложить. Не апы в мечника. Жду, что я могу кого-нибудь встретить. Просто и так это одно очко получить. А вообще шесть ходов, я так понимаю, до конца античности есть. Так, что там у австралийцев? Никак не хочется заканчивать, да? Ну, у меня просто перд не развивается из-за этого. Нет, тут я не буду клетку выкупать. Дождемся, когда оно само. Так, в Чикаго нету жилья больше. Переключаем на производство. Прямо скажем, не так много клеток с производством, чтобы оно прям сильно переключилось. Что же дальше? Вообще непонятно, где делать ромашку, например. Вообще непонятно. Я тут, конечно, какой-нибудь район построил еще. Амбар, монумент. Театралочка. Так, госслужба через два хода будет ускорена. И, в принципе, мы карточку на стену уберем. Нет, ускорен. Давайте, наверное, рабочих тогда еще. Пока рабочих сделаю. Вообще непонятно, где я тут хочу. Театралку делать. И хочу ли я где-то правительственную площадь ставить. Очень какая-то у меня территория... Как бы, с одной стороны, какие-то и ресурсы есть, но, в принципе, территория какая-то очень корявая. Согласитесь, как-то так прям развиваться. И ромашка не видна куда. Так, ученичество откладываем, инженерное дело открываем. Мне нужен третий район, к тому же. Мне нужны... Лучник и дуболом. Мне, короче, надо следующим ходом, видимо, поставить карточку и в Вашингтоне лучника и дуболомом построить. Как минимум, прежде чем мы выйдем в арбалеты. Так, тут я боюсь, я такого не добью. Так что надо немножко... Так, сделаю. 92 силы у... Австралии. Если бы он стены не построил, я бы в эти города... Мне еще катапульты, кстати, надо построить. И, может быть, и подумаю, Нью-Касл захватить. Между прочим. Так. Я бы тут, наверное, сразу центр коммерции строил. Но я вот... Я никак не соображу по поводу... У меня такое ощущение, что где-то здесь мне уже надо ромашку придумывать. Возможно, что где-то вот здесь. Потому что здесь тундра. И тут даже нету престижа вменяемого. Хотя есть нормальный престиж. Вообще... Вот, знаете, с одной стороны кажется, что если я вот сюда поставлю заповедник, то вот здесь вокруг увеличится престиж. И вот он будет притягивающий. И куча у тебя будет этих, да, выхлопа. Но проблема в том, что вот этот притягивающий престиж, это за счет вот этого леса и достигается. Этот лес плюс один он сюда всем дает. Я убираю лес. И тут просто единица получается. Так. А сам по себе заповедник повышает. То есть, грубо говоря, я убираю лес, ставлю заповедник, тут ничего не меняется. Он просто притягивающий остается. Так. Хорошо. Что тут еще дальше вокруг? А все вот сюда поставлю. Ну, блин, железо надо обрабатывать. Короче, я бы, наверное, знаете, что я бы здесь, наверное, правительственную площадь ставил вот сюда. Причем Чарльстоном. То есть, у нас хотя бы получится для Вашингтона два района и для Чарльстона два района. Ну, тут какой-то город еще ставить, не знаю. Вообще, еще есть вариант здесь вот. Но я тут не хочу город ставить. Блин. Все как-то... Все как-то не так. Строителя тоже не хочу. Ладно, давайте, наверное, центр коммерции в тундре. Это хотя бы логично. Там тундра просто ненужная клетка для меня. Жилья не хватает, это понятно. Камурапи уже... Мне, кстати, интересно, откуда вообще араб пришел в свою религию и распространил? Его даже не видно здесь. Так, у службы ускорили. Акведук открыли. Математика не ускорена. Навигация по звездам. Ну, давайте, наверное, машиностроение. Один ход. Я тут просто пропущу производство пока. Этот рабочий у нас мрамор пойдет... Нет, давайте даже сначала мед, потому что у нас все-таки пантеон на лагеря. Наверное, мед, оленей и потом мрамор. У нас тут еще олени, конечно, не обработаны. Но они сами по себе уже крутые там. Давайте, наверное, от дальнобойных атак от поврежденных юнитов возьмем. Лян в Балтиморе. Но пока она тут не работает, потому что против... Против извержения вулкана не прокачано. Ну и пока заканчиваю ход. Нету смысла начинать в Вашингтоне. Надо начинать уже с поставленной карточкой. Иначе мы потеряем часть производства. Зачем? Надо сохранять. Это человек, который работает для вас. Так. Во-первых, вместо этого мы поставим на создание морских юнитов строителей... Смотрите, смотрите, я, по-моему, только в одном городе делаю, да? Да, в Чикаго, причем... А, нет, еще в Перте. Ну, там 30, конечно, тоже важно. Не менее, кто морских юнитов... Наверное, тогда вместо городского планирования поставлю на создание антикавалерийских юнитов. Так, это у нас... Натурфилософию сюда. Так, и вот теперь в Вашингтоне сначала... Лучника. Слушайте, а... Так... А, я уже все-таки получил одну очко, видите? В госслужбу вышли, вот одну очко и получили. А я к тому, что если я продам железо окончательно, у меня появится дуболом. То есть я хочу дуболома строить, а не мечника. Он мне еще рабочего привел. Конечно, прикол. Такая отбивает обратно, а я ему убью. Тот юнит, которым он будет отбивать. Так, феодализм. Откройте военный лагерь. Создайте религию. Ну, наверное, потихоньку в Торговую Республику пойдем. Через... Через военную подготовку пока. Тем более, мне надо... Я быстро построю... Лучника и дуболома. Сейчас попробую следующим ходом продать по максимуму железо. Так, вот мы выманили. Так, не убьют ли мне коляску? Блин! Убьют коляску. Да что такое? Что-то я... Подставляюсь постоянно здесь. Какое у меня классное все-таки пантеон. Это как классно зашел этот пантеон. Со всех сторон, прямо скажем. Так, тут мы две галеры строим. Машиностроение, военная подготовка. Ага. Тут мы начинаем обрабатывать. Начнем с хлопка тупо потому, что... Не, давайте лучше... Вот я боюсь так под... Вулкан подходить нафиг надо. С хлопка, потому что его вулкан не может уничтожить. А эти он будет уничтожать. Смотрите, как уже прокачан, кстати, клетка на красителе. И классно я выкупил, потому что он в третьем радиусе Ванкувера. И это, и эта клетка. Может мне еще и лошадей выкупить? 135. Вы знаете, да. Вообще не помешает. Так. Центр коммерции. Так, давайте мы тут решим, где у нас будет дамба. Это дамба на реке... Потомок. Потамак. Блин, тут везде потамак. Черт, я думал, я смогу две дамбы поставить. А, так, слушайте, если мы ставим тут дамбу, то тут больше ничего не разливается, получается. Так. Да. Ну, значит, видимо... Нам нужно как-то... Вот сюда ставить акведук. Сюда тогда, видимо, промышленную зону. Ну, и тогда сюда коммерческую. А тут еще где-то у нас кампус влезет. Ну, опять же, блин... Блин, жалко этот... Ладно, я подумаю еще, опять же, потому что здесь жалко кампус на производственную клетку ставить. Тут производства нету практически в этом городе. 17 ходов в центр коммерции. Ну, правда, это стандартная скорость, не забываем. То есть, так-то это, считайте, 8 ходов. И оно долго. Так. Железо теперь продаем. Я бы все свое железо продал с большим удовольствием. Ну, в том плане, чтобы я дуболому мог построить. А, он вообще... Вообще не хочет. Не, подожди. Мы не можем сделать договор более равным, потому что он с нами... Он нас обвинил. Поэтому нам это не подойдет. То есть, нам придется искать... Золотую середину. Не знаю, 5 вход. Не, ну, слушай... Не, ну, это как-то совсем жалко тогда. Это, кстати, мириться не хочет. Блин, а у всех остальных и так дофига. Блин. Черт. Блин, как мы в Камурапе хорошо. Ему, походу, вообще... Железо не особо нужно. Он... Он не будет говорить, что ему надо, потому что он нас обвинил. Блин. Блин. Блин, всего сколько он влияния? 5 готов дать? Не, ну это... Ладно. Ладно. Нам для... Мечника требуется 20 железа, да? Вход у нас плюс 4 идет. Значит, нам надо, чтобы дуболом за один ход построился. Надо, чтобы было 15 железа. Нам 21 хоть куда-то слить. Теперь я каждый не уверен, что мне будет доступен все равно дуболом. Там иногда они заменяются вообще окончательно. Блин, вообще нисколько не хочет давать. Ладно, я ему подарю. Просто улучшим отношениям. Не, есть войн, видите? Отлично. Просто не хочу мечника строить. Получать еще очки эпохи. Два хода осталось. Ну, он сейчас убьет колесницу. Размах моей империи. 5 вот этих городов? Ты прикалываешься? Ну, видимо, это просто больше, чем у него. Но размах империи явно у Канады. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только еще Канада выглядит очень мощно. 8 городов. Давайте посмотрим, что тут у Рима. Нет, у Рима тоже дофига. Шесть. Рискантов еще больше, чем у меня. Что это он? Что это он? Так, ну, пойдем. Уберем тут лес. Хожу улучшниками, просто чтобы не атаковали всякие кони меня. Да, я уже не хочу там правительственную площадь ставить. Ясно скажу. Так. Военная подготовка, один ход. Блин. Что ж тут делать-то? Может, катапульты реально? Карточки ж не будет на катапульты. Район никакой невозможно построить. Ведук. Не, ладно. Давайте строителей. Надо шахты сделать. Мне три шахты надо, чтобы в мастерские выйти. Более 30% стоит. Рим почему-то на чудеса решил сосредоточиться. Какой-то вот манит, просто манит меня. Бегает этот. Так, катастрофическое извержение. И у кого, интересно, население потеряно? У Ванкувера? У Ванкувера, наверное. Золотой век в Средневековье вышли. Так, как проверить, у кого потеряно население? Открываем историю событий. Смотрим. Блин, не написано, в каком городе. Прикол. Ну, по идее, у Ванкувера должно быть. У Чикаго так и было 4 населения. Странно, что я напишу, не пишу, в каком городе. Так. Золотой век. Я единственный, кто в него. Канада в темный вообще. Ну, монументальность, наверное, нет. Точно не надо. Вольнодумство, тем более, что коммерческие районы строим. Хоть какая-то наука. Но у Канады 108, у арабов уже 114 науки. Выглядят мощно. Так, тут меняем. Военных лагерей не будем. Надовольство с гарнизоном. Будь здорова. Все. Игра удалась, в принципе. Ну, это надо как влияние поставим. Или на производство. Опять же, фига мне влияние. Веса я не строю. Счастье, по идее, у меня тоже есть. Просто на производство бросим. У меня в всех городах плюс к производству будет. Лишний посел стоит. Без дела все еще. Бегает этот посел в красных трухтелях и манит меня. Манит. Так, у меня три лучника. Три. Слушай, а нафига мне три лучника? Мне не нужно было три лучника, кстати. Там же два арбалета надо. Ну, ладно. Построил и построил. Фиг с ним. В принципе. Так, в Чикаго должно... Нет. Две плантации надо, чтобы жилье появилось. Создать дипломатический квартал. Промышленную зону. Вдохновение для феодализма. Кстати, все это вполне возможно выполнить. Феодализм 6 ферм. А у меня тут одна есть. Вторая есть. Три. Четыре. Не, больше не видать пока что-то. Два посла. Могу засоюзить с Сингапур. Правда, он мне никак не будет помогать. Но я карту открою. Давайте, кстати. Я тут ничего не хочу селить. Да, ну территория как бы грустная у меня на самом деле. Если бы я в сетевой играл, я бы расстраивался. Судостроение подоткроем. Пожалуй. Так, один ход давайте судостроение подоткроем. А здесь давайте феодализм потихоньку. Наконец-то я уже в католицизм обращен. Я должен, по идее, сейчас следующего хода плюс четыре веры иметь чудес. Типичным бонусом ангорода при отправке в него торговцев. Ну, у меня оба союзника промышленные. Я проголосую, но вряд ли это пройдет. И к выбранному игроку приносится плюс четыре золота. Давайте законаться, предположим. Что-то мне кажется, ничего из того, за что я голосовал, не пройдет, к сожалению. Слушайте, в промышленный город государства прошло. А кто-то еще голосовал? Да. Раз, два, три, четыре. Может, много промышленных городов-государств? Так, а что там еще прошло? К неизвестному игроку, к сожалению. Ну, это как бы пофигу. У меня и канадцу-то не особо. Слушайте, а давайте, может, лучше тут поставим? Тут покруче будет. А потом пойдем мрамор обработать. У нас два заряда осталось. Так, вырубаем. И ставим акведук. Так, не опасаюсь. Пойдем на эту овечку. Так, тут мы шахты хотим. Блин, судостроение так быстро открывается. Черт. Давайте потихоньку военную инженерию лучше. Так, какой нам третий? Нам бы, конечно, третий район гавань сделать в Бостоне. Ну, че, как думаете? Сейчас изверзница вулкана сломает мне строителя. Так, а че я тут 10... Че я тут рабочих строю? Вообще непонятно, что делать. Вообще, есть еще интересный смысл. Развлекательный комплекс и колизей. Но, блин, у меня и так тут куча счастья от Артемиды. В этом городе. Я бы даже, возможно, амбар построил, что у меня уже тут жилье заканчивается. Как ни странно. Кстати, а я все обработал для Артемиды? Что в ее радиусе? Раз, два, три, четыре. Ну, этих овец я вряд ли обработаю. Тут все обработано. Вот четвертый радиус. Вот олени еще не обработаны, так? Раз, два, три, четыре. И вот эти лошади. Раз, два, три. Да, лошади. Лошадей надо будет обработать этим строителем. Я этим строителем лошадей и потом оленей пойду обрабатывать. А, нет, у меня вот тут уже есть для оленей. Я не буду. Рен? Там, походу, Францию Рим захватывает. Будет сейчас очень прикольно, если за это проголосует Канада. Поэтому давайте-ка... Так, они могут максимум три голоса влить. Давайте вот так четыре сделаем. Очень не хочется, чтобы это прошло. И на меня напала Канада. Сейчас посмотрим. Походу у меня все-таки прошло. Твою... Канада влила? Хамурапи? Саладин? Да е-мое! Так, ну... У нас начинаются проблемы. Потому что у Канады 400 армия. Неизвестно где. Блин, может мне в Чикаго стены построить? Вот это я... Вот... О такой возможности нападения на себя со стороны Канады я забыл совершенно. Прямо скажем. Так, и можно идти рыбу обрабатывать. Да, мне надо, короче, поставить опять карточку на стены. Ничего, я тут быстро не открою. Давайте, наверное, твое теологию. Мне, очевидно, нужны в Чикаго стены. Так, и... Вот австралийская тварь какая. Смотрите, она... Втянула всех в войну, и... Теперь он готов со мной заключать мир. Нормальный вообще? Да... Так, ну а с этими со всеми 10 ходов. Ну, естественно, я мир заключаю с Австралией, чтобы перебрасывать войска теперь на Канадский фронт. Теперь, между прочим, имеет смысл лапнуться в мечников, но я бы, конечно, наемников сначала открыл, чтобы это дешевле было. Ну, конечно, все зависит от того, какая там армия у... Канады. Так, это пускай пока лечится. Так, я не понял, почему мне вера не капает? А, блин, ушла религия. Да что такое? Просто у канадца религия, католицизм, все чудеса света и плюс 4 веры. У меня как раз Артемида. И он только поставил, и она, хоп, и ушла. Смотрите, лошадь больше не дает. Потому что отсюда почему-то престиж куда-то делся. О, странно, а куда престиж делся? Вот отсюда. Тут был потрясающий, аж обрабатывал лошадь. И я вроде ничего не менял вокруг. Ну, ваши предположения в комментариях, конечно, почитаю с удовольствием. Там еще, кстати, и Риму кучу войны объявили. Так, что у Франции? Ничего. Слушайте, а мне торговать медом вообще? Есть с кем? Почему никто мед не жрет у нас в мире? Оливки. Ну, оливки я могу и сам обрабатывать. А, ну я со всеми воюю. Оливки я и сам обработаю, по идее. Ну, давайте смотреть, что он сейчас тут притыгадымкает к нам. Нет, сорян, Рим. Что, как-то ты совсем за мед дешево. Ммм, австралиец. Вообще, давай-ка я тебе лошадей продам. Я сомневаюсь, что у меня будет войну объявлять когда-нибудь. Так что я думаю, что можно за такую стоимость продать. А что там минус католизм? Что происходит? Почему католицизму минус? Где-то убивают апостолов католических, что ли? Так, вот вопрос, обрабатывать лошадей или оливки. Мне кажется, все-таки оливки. Но лошади бы дали производство. Какие-то островки у нас. Так, интересно. Да, вот, конечно, мед. Мед и лагеря. Все очень в тему. Так, а где мне третью шахту построить? Чтобы она на престиж не влияла. Может, вот здесь? В Балтии море. Ну, то есть, как раз, во-первых, по пути. Во-вторых, это как раз на престиж нигде не повлияет. Вспоминается конюшня в пятой циве, которая позволяет кучу производства за всех этих клеток здесь, жалко. Подобного здания в шестерке нету. Вообще, я могу апать... Ну, опять же, я не знаю, Канада меня тут вообще не забирает. То есть, как бы она не развивалась, сколько бы у нее не было науки, но я уже в лучниках и... В арбалетах и мечниках. И до латников мне тут, в общем-то... А, ну вот. Платники вообще. То есть... Деньги у меня тоже есть. Вообще не страшно, мне кажется. Так, жилье появилось. Ну, давайте монумент. Дальше. Франция судила. Так, а где армия канадская? У нее самая большая армия, но ее еще тут не видно. Слушай, а Канада ни с кем больше не воюет в случае. Нет, со всеми хорошие отношения, только со мной... По идее, вся армия должна Чикаго сейчас окружать. Опять же, ставлю карточку на... В этом галера... Перехода, нет. Кай стоит на галеру. Наверное, поставлю вместо строителей карточку на защитные здания. И в Чикаго надо стены. Иначе будем иметь бледный вид. Бледный американский вид. Надо этого варвара уничтожить. Он в тылу не барагозил. Кстати, а это же кампус для Балтимора здесь. Так, ну ладно, рынок. Пока. Так, тут можно на еду тоже переключать. И тут мрамор. Главное, чтобы Канада мне Сингапур не перекупила. Потому что она же его видит. Здесь тем, что Сингапур Канаде войну объявил. А правда, еще Кардив войну объявил, да, Канаде? Реально, а где армия канадская? Почему... Почему она еще не прискакала меня обижать? А по данному кто-то построил? Наемник. Да, кстати, а что нам... Ну, походу, нам надо феодализм так открывать. Я не успею шесть ферм никак построить. И тем более я не вижу, где их мне построить. Шесть штук. И пастбище несомненно важнее строить, чем фермы. Так что феодализм, наемники. А как веду к девять ходов еще стою? Во, арбалеты идут. Арбалеты не приемлемо. Мне надо, мне надо все-таки один лук апнуть в арбалет. Очевидно. И дуболомом тут отходить. Ну, без, без карточки на вот этого, пожалуй. А, блин, у нас мне тогда вот этого двести пятьдесят. Дорого. Этими отойдем. Ну, это для того, чтобы стены начали стрелять как арбалеты. Сюда встал, чтобы дальше корабль не поплыл. Зона контроля не даст. Так, и у нас осталось вот здесь шахту сделать. Так, а вот эти мы пойдем сюда вырубим лес для Балтимора. что же в Вашингтоне делать? Поронительные здания деревни. ну, блин, стены. Я вообще хочу театралку поставить, но я все понимаю, что мне негде. Блин, может, где-то здесь правительственную площадь, мы театралку можем здесь поставить в Вашингтоне, например. но еще, конечно, можно в Валтиморе Петру сделать. Не знаю. пора искать для этого посела место поселения, надо, вот я убью или этой галеры сейчас буду плавать острова искать. тут-то селиться негде. Да, что-то в Вашингтоне строить. Может, всадников построить, просто, чтобы лошадей использовать. Так, военная инженерия по максимуму открыта. Давайте навигацию по звездам. Сейчас он сюда встанет обстрелять. Ага, подводят. Блин, латники уже. Блин, мне так не хочется латников просто так открывать. Гуану там засоюзили, да, Теду? Угу. Крупное наводнение, но это у Австралии. Есть вторая галера. Ну, слушайте, хочется тут где-то. Там, конечно, минус. Мне кажется, где-то здесь еще должна быть. Ну, в любом случае, идем сюда на воду спускаться. Ой, блин, это что такое? Только, кажется, вздохнул свободно, а там уже идут хулиганы себя наказывать. Друзья, какуана у нас где, кстати? Эй, плохо, что какуана тут с Кардифом воюет. Они будут со мной все 25 ходов воевать, пока эта вот военная агрессия висит? в Вашингтоне плюс 4, 11 жителей, плюс 4, это благодаря тому... У меня, конечно, ресов прилично. Ничего не скажу. Так, я, пожалуй, навигацию по звездам так открою, мне надо гавань строить, поэтому я тут отложу на один ход. производство, ничего не буду выбирать без ускорения. потому что мне этих крабов очень долго еще обрабатывать. Блин, латники, латники. Не, ну, стены мы успеем построить. И 30, конечно. Не хочу сам выходить. У меня в латнике один ход. Не хочу выходить, потому что без карточки на наемников они будут очень дорого апгрейдиться. Ну, следующим ходом он один раз проатакует, а он даже не сможет проатаковать, да. Не сможет проатаковать. Стены не дадут латникам забрать город. Так, но это трындец, конечно, тут сейчас происходит какой-то гоп-стоп. Не знаю, откуда тут набралось столько раз три квадрирема откуда-то взялось. Ну, вот видите, тут уже нету минусов, потому что Бостон вырос, то есть вот сюда вполне можно город ставить. Наверное, сюда поставлю. Тут есть вероятность потом тут соседство с районом сделать. И открываем ученичество. А, вот, собственно, и латники. Я поэтому их не открывал. Видите, оно ускоряется. Так. Ну, всадником я чисто, наверное, территорию пооткрываю. Потому что он в битве-то не очень. 36 силы. Это как мечник, а тут ужелать. Блин. Ну, это нечестно. Я мискликнул просто. Фак. Ну, не должен убить, правда. Блин, какой-то мисклик просто произошел случайно. Давайте посмотрим, куда мы можем промышленную зону здесь. Вообще нету ничего на плюс, да? Сюда, там у меня я кампус планирую в Балтимор. Так, тут плюс один. Ну, вот здесь как раз наверное можно было бы тогда вот сюда действительно, видите, плюс один промышленную зону Вашингтона здесь поставить. Что нам тут строить? Ну, давайте библиотеку на будущее, хотя она пока у нас не будет особо работать. Давайте наверное тогда сюда промышленную зону отметим. потом к ведуке еще строится пять ходов. Ученичься. наверное в банковской... Так, образование, математика, блин. Блин, у меня все в математику упирается, да? Ну, еще в замке правда можно... А математика это нам как раз гавани не хватает. 19 ходов, боюш. Дивизия. Наверное, математику придется так открыть. Слишком долго. Не убило. Так, аншан. А вот аншан, кстати, неприятненькая. Хотя там всю армию... Ну, хотя вот арбалет... Ой, арбалет. Катапульта идет к перцу. Фермы и плантации по еде получают. оборонительные здания можно убирать и морские юниты можно убирать. Кстати, два влияния верну. Лассалы, юниты, инсулы. Да, что-то ничего не надо. Давайте, наверное, тогда содержание юнитов пожалуй, уменьшу. Так. Вообще, катапульта без каких-либо какой-либо защиты. Так, придется, видимо, сделать так. Так. не хватит убить, но подраним серьезно. Стоим на гавы, не лечимся. Да, блин, еще квадрирема. Кто такой? Откуда столько варваров? где мне тут высадится вообще? Что-то как-то опасно все. Ну, коплю деньги от наемников, тогда все юниты проапгрейджу с карточкой. Венецию нашли. ну, никуда не отправляем, просто копим. Вон там Кардив мучает. Зачем, вот зачем города-государства строят катапульты? Они же не захватывают никакие города никогда. Спрашивается, зачем тогда они строят катапульты? Опять к вопросу об искусственном интеллекте в шестой цели, то есть ему городам-государствам где-то там не запрещено строить катапульты, но зачем они им? Просто одни сплошные катапульты. Лошадь. Кстати, хорошее расположение Чикаго, тут, конечно, через реку очень тяжело атаковать. Переодим наверно плетку Балтимору. Так, сразу начнем кампус строить. А в Вашингтоне торговца. Дороговца. Наверное, придется математику так откройть. Не вижу, где я могу третий район поставить в ближайшее время. О, что, Аншан перестал со мной воевать? О, кайф. Ладно, тогда просто полечимся постоим. Тоже, кто не в курсе, вот смотрите, в городе юниты лечатся быстрее, но они не лечатся, когда вы подвинулись. Получается, что проще тут оставить, он быстрее вылечится, чем вы походите, оставите его тут, и потом только начнется его лечение. Варварская вольница в снегах. Понял, Канада решила Кардив оприходовать. В Австралии 71 юнит. Одна сила. у Рима вообще 19. Но Рим там хотя бы кого-то захватывал. Так, я, пожалуй, вот так постою, чтобы можно было высадиться. Блин, хулиганы зрения лишают опять. блин, а как мне с этим говном правильно, мне приходится видимо отойти, то есть я не хочу, тут они галеру мне убьют просто, если бы они хотя бы рукопашными были, а также они стреляющие, развалят галеру и все. Так, это у нас побежит караван из Балтимора в Вашингтон. Так, ну, блин, платник больно ударит, не хочу, не буду вылазить пока. Презречку тоже больно, лучника атаковать. Рамминакши Хамурапи. Прикалывает, что они проплыли мимо Сингапура, откуда-то хрен знает откуда приплыли и прямиком в Бостон. То есть как пользоваться катапультами искусственный интеллект не знает, зато где все города человека, он в курсе только в путь. Пока замки, значит, откладываем. В любом случае математику надо открыть. Дальше, наверное, в военную тактику пока пойдем. Ну, разграбили рыбу. Из-за того, чтобы съесть ее, они ее просто разграбили. Использовать сеть для поимки. так, по-хорошему, у меня дороги нету только из Бостона, да? так, подожди, откуда щека, а, это в Перд бегало, по-моему. Так, хорошо, что у нас на деньги? Ну, вообще, маловато это. Это маловато. из Бостона, тем более, там гавань строим, как побыстрее построиться. Блин, тут уже мечники у них. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то тяжело все. Никому американцы не нравится, что такое? Ну, я бы катапульты построил, такие, тем более, там две бомбарды будут нужны в будущем. Не, не две бомбарды, сейчас два-три бушета на самом деле. Рынок. Ну, с другой стороны, в принципе, мне мои показатели нравятся. Не так, чтобы мы тут сильно от... Ну, давайте только глянем, где у нас Вавилон находится по технологическому древу. Ауч, ауч. Не, это, пожалуй, пойдем отсюда. Это мы акведук построили. То селитрой. Вот селитру вижу. И все. короче, мне придется здесь город все-таки ставить в этой тундре. Неприятненько. Ну, селитра нужна. Конечно, другой срая покупать я могу у кого-нибудь. Еще вариант. тут промышленную зону, просто кровь износа, потому что вообще производства нет. А тут, конечно, было плюс четыре. Ладно. Как это караван сейчас через Сингапур так что ли будет? фак. Ну, то есть минус караван. Нет, чтобы посмотреть за... Ну, я просто вообще не ожидал, что он так пойдет. Я думал, вот так по земле будет. Да. Так, отлично, высадились. Тут надо спасать пока кораблик. нет, тут хороший город будет такой. Во всяком случае, лучше, чем здесь вот в тундре. Но, думаю, это уже в следующей серии. Напоминаю, что спонсоры канала ее могут прямо сейчас найти во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Для всех остальных она выйдет завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.